Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. Я уже отвечал вам на него, но решил записать немножко такой более развернутый ответ, чтобы вам, может быть, были какие-то вещи понятны. Итак, вы спрашиваете, как выйти из состояния этих и начать действовать. Ну, понимаете, чтобы выйти из состояния, нужно, вообще-то говоря, понимать, куда вы хотите, чтобы начать все действовать, нужно, собственно, вообще, как бы, понимать, как именно я хочу действовать. То есть, вы это несколько бесцельно здесь представляете, да, выйти из определенных состояний, куда действовать, опять же, как. Так. То есть, это выбор. Вот. И выбор здесь определяется интересным, чувствами, приоритетами, ценностями. Вот. То есть, вот с такими вещами, которые, как бы, ну, вам важны. Да? Дальше. Дальше. С 15-го года я начала на этом сайте работать с эзотериками, для того, чтобы протянуть мужчину, который вдруг перестал со мной общаться. Ну, как бы, если вы внимательно посмотрите на вот этот момент, то вы увидите, что вы не приняли выбор мужчины с вами не общаться. Вот. Вы отказывались признать, что он больше не с вами, и вы избегали тех чувств, которые за этим следовали. То есть, вот эти чувства, скорее всего, боли, скорее всего, обиды, скорее всего, брошенности и так далее. Почему-то этот мужчина был для вас важен. Важен очень сильно. Настолько важен, что вот вы не готовы его отпустить. Дальше. Меня обманывали на деньги, вешали вообще на уши, что игнорируют, но чувствуют, пока он не женился. Деньги мне, естественно, никто не вернул. С 15-го по 18-й год обида осталась. Обида на кого? На людей, которые вам, типа, возвращали мужчину, то есть, на эзотериков. Или обиды на себя, или обиды на мужчину. В 19-м году появился мужчина, который меня симпатизирует. А я влюбилась и снова обратилась к магам. Зачем? То есть, у вас появился мужчина, у него к вам симпатия, вы влюбляетесь в него и обращаетесь к маге. Зачем? Мне кажется, здесь какой-то страх. В итоге, в 21-й год, мужчины меня игнорируют. Почему? То есть, обратите внимание, от вас мужчины уходят. В определенный момент. То есть, вы в отношениях делаете что-то, что человек, с человеком мотивирует уйти. Анализ вашего поведения здесь необходим. Дальше. Последние 4 года работала только с двумя. Не очень понятно, что вы имеете в виду. Здесь говорят, что работала только с двумя. То есть, ну, конкретно, что вы имеете в виду. Маги говорят, что вот, обряды сработают, но им что-то мешает, когда-то находится какая-то причина. Ну, я думаю, что здесь немножко не наша сфера, да? Потому что все-таки это сфера больше магов, да? Мы, как бы, психологи, поэтому не очень понятно, для чего вы это пишете вообще. Вот. Недавно 2 эксперта работали, сказали, что без работы третьего не пойдет. В итоге я как дура оплатил деньги. Для чего? Чтобы не быть одной. Вы одна боитесь быть. Третий эксперт провел, но теперь другой эксперт нашел причину, что еще какой-то обряд надо проводить. Я как дура сливаю деньги на все эти обряды. Нет, вы сливаете деньги на то, что вам очень хочется, но как будто бы с этим желанием вы боитесь сталкиваться. Мне 30 лет. Какое значение для вас имеет возраст? В 24 я все свое сливаю в магию, не разговариваю, не общаюсь с людьми. У меня нет навыков, у меня по сути нет ничего. Почему-то магия для вас интереснее реального мира. Вопрос, да? Сейчас я чувствую, что меня манипулировали. Мне не совсем. Вы позволяли с собой манипулировать. Я увлекаюсь астрологией, по ней у меня все планеты сожигают через общение, интеллектное развитие. Вам не кажется, что вот у вас магия не получилась, вы в астрологию ушли, то есть как будто бы вы все время уходите от реальности. Я не развиваюсь, я не знаю, как мне жить свою жизнь. Но сначала почувствовать, что вам интересно. Я очень хочу близких отношений с человеком, хочу любви и отношений. Попробуйте увидеть, каким образом это желание появляется. Потому что мне кажется, что вы не любви и отношений хотите, а вы хотите раствориться в таком человеке, слиться с ним. Но за последние шесть лет я как ненормально зарабатывал и все отдавал на обряд. Опять же, почему-то вам это было важно. Сейчас у меня работы нет, я отдаю свои сбережения. Как дура, надеюсь, что это сработает, этот мужчина обратит на меня внимание. Почему вы считаете, что мужчина обратит на вас внимание только через обряды? Из-за низкой ценооценки. Но зачем какому-то мужчине, девушке, которая не развивается? Вопрос не в этом. Вопрос не в развитии, как в некой цели. Да, не в развитии, как в неком процессе. Вопрос немножечко в другом, я бы сказал. На мой взгляд, вопрос в том, что, чтобы полюбить вас, нужно увидеть вашу природу. А вы ее не раскрываете. Расвитие это следствие, не причина. Которая не умеет знакомиться с людьми, зажимается в общении, не умеет плетовать. Но это все не так важно, это все следствие. Моя жизнь пустая, я по привычке держусь за магию. Но эти обряды я потратил на них деньги. Я главное время своей жизни драгоценное, мое время жизни лучшего. Моя жизнь не провела бесцельно. Почему-то вам это было интересно. Теперь я не знаю, как обрести почву под ногами. Но для этого нужно, собственно, начать слышать себя и свой отклик на реальный мир, а не на магию. Как жить, когда у тебя нет работы, нет друзей, нет навыков, нет общения, нет стимула жить. Найти его, если вы хотите найти стимул жизни, психолог вам поможет. Раньше я держался ради дедушки и бабушки. Меня восхищала страна, в которой я живу. Но за год пережив смерть, бабушки и дедушки пережив войну, теперь я осознаю, что моим горем пользовались, чтобы развести на деньги. Не очень понятно, что вы это имеете ввиду. Вы жили ради дедушки и бабушки, ради страны, но не ради себя. Естественно, в стране может быть война, и бабушки и дедушки, как и любые другие люди, могут умереть. Но вы-то остаётесь. Вы есть самая себя. А как будто бы вас не существует. Теперь знаменитые, что моим горем пользовались, чтобы развести на деньги. Но, опять же, вы позволяло это делать. Тут надо личную ответственность взять. Я не знаю, как мне жить. Но давайте вот, как бы, обратим внимание не на то, где вы опоздали. Потому что вы себя сравниваете с другими, а на то, что вам интересно. Вот. Сидайте на то, что у вас вообще вызывает отлыбок. Да? Что у вас вызывает какую-то обратную связь. Давайте на это постараемся обратить внимание. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу, это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. И удачи. Спасибо.